Пишем предложение «кот на столе». Такие все молодцы. Света, единственное, не пропускайте «из», потому что это у нас обязательный глагол в данном случае. По-русски мы можем сказать «он кот», «кот на столе». По-английски обязательно должен быть глагол «кот есть в коробке», «кот есть на столе». Окей, so, Анжелика, Татьяна, Светлана, good, Александр, Света, yes, the cat is on the table. Анна, yes, of course, very good. The next – by, около. Вспоминаем «present continuous», «ник стоит около Джейн». Well, «ник стоит около Джейн». Ага, Денис, это у вас «present simple», «он всегда стоит», «ник stands by Jane». Это правильное предложение, но это обычное, постоянное действие. А он сейчас стоит около Джейн. Анжелика, «ник is standing by Jane». Окей, very good. Мария, yes. Well, Светлана, continuous. У нас состоит из двух частей глагола «to be» плюс глагола с окончанием «ing». Должно быть «ник» из «standing». Александр, а вместо «с» должно быть окончание «ing», потому что в «present continuous» «to be» плюс глагол с «ing» окончанием, если так проще. Well, very good. Ольга, check up standing. Третья буковка у нас «a». У нас есть в continuous глагол «to be» и глагол с окончанием «ing». Итак, «by» рядом, возле. И «возле» тоже может быть предлог «at». So, Mary находится возле машины. Берем не continuous. Mary находится возле машины. Mary – возле машины, по-русски. Окей, пока вы пишете. Предлог «at» is good. Предлог «at» также используется, когда мы говорим о времени. Немножко забегу вперед. Например, в два часа будет «at» – two o'clock. Всегда мы берем предлог «at». Well, Mary is at the car. М-м-м, excellent, very good. So, be active, work, train yourself. Mary is at the car. Very good. М-м-м-м, «нен你是 в это, который信じ в шагу, как вы��� ... » С ten Santa Cruz в шагу. М-м-м-м, «in все». М-м-м-м, «н е». М-м-м, «н е». М-м-м, «нер. М-м-м, «н г-н». М-мм, «н»